Здравствуйте, дорогие соотечественники! В прошлой передаче мы с Сергеем Мишиным, хорошим, по-настоящему ведущим человеком в том, что касается государственности, законов, применения законов, касающихся политической конъюнктуры, достойный сын своего отца, о чем говорить. И вот мы затронули, на мой взгляд, очень важную проблему, поскольку, как я посмотрел у себя там по своим каналам, очень-очень много было просмотров, не только по телевидению, но и по интернету. Проблема эта казалась следующего. Имеет ли политический кризис в Молдове какие-то либо связи с тем, что творится сейчас в мире? Мы затрагивали эту тему, потому что то, что сейчас в мире происходит, это не просто какие-то войны и войнушки, тарифные войны, санкции и все такое. Идет настоящая бойня. В данном случае сейчас схлестнулись такие сверхсилы, такие экономики мощные, такие государственные образования, как США, Китай, Евросоюз, Россия, Индия. Это не шутки. В мире сейчас творится самая настоящая бойня. И пришли к выводу, что мнение тех людей, которые пишут об этом, как об очень важном моменте в нашей современной истории, я имею в виду специалистов из Financial Times, это не кремлевские агенты писали, чтобы кто ничего не подумал. Это очень многие специалисты по мировой экономике, политике и так далее пишут о том, что сейчас мир находится на очень опасной стадии, которая может завершиться тем, что кризис 2008 года покажется нам еще такой легким бардачком. Речь идет о том, что может случиться даже такое предрекаясь, что чуть ли не пошатывание, чуть ли не обвал доллара. А это, извините, если учесть, что вся мировая экономика 70% транзакций это долларовые, это не шутки. То есть мы находимся. Вопрос, а наш местный молдавский кризис имеет к этому какое-либо отношение? Как ни странно, имеет. И даже очень. А почему? Потому что обратите внимание на то, что невозможность вот этих различных партийных начал, структур, которые пытаются создать какие-то коалиции, какие-то вещи между собой, такое впечатление, что они все натыкаются на какую-то стену. Не просто так. Есть какие-то мотивы, почему не могут идти ради страны. Почему ради страны на самом деле различным партиям не объединиться, и вот ради этого договориться. Ребята, вы со своей идеологией, мы со своей идеологией. Экономику надо спасать, людей надо спасать. Давайте хотя бы технически хоть как-то объединимся и решим вопросы, и двинем страну дальше. А нет. А нет, это значит, что вся вот эта напряженка, которая имеет место во всем мире и вокруг нас, вы посмотрите на Украине, хороший парень Зеленский, Володя, конечно, хороший. А за его спиной кто стоит? Коломойский. А Коломойский что говорит? А он говорит, ребята, у меня такое впечатление, что вы хотите Украину использовать как дубину против России. А нам за это одни только проблемы. И вот мы пригласили в гости человека с колоссальным государственным опытом, человека, которого я знаю много лет, который еще приезжал в Китай, где китайцы у него интересовались, каким это образом коммунисты победили в Молдове официально, без никаких там переворотов, трюков и тому подобное. То есть это человек, у которого за спиной колоссальный жизненный опыт. И опыт, в том числе и опыт преподавателя, он хорошо знает настроение молодежи. Он знает очень много. Я говорю, с ним, кстати, у нас была одна передача, если вы помните, по истории нашего края, которая стала серийной. Была одна передача, была вторая передача, чего никогда не было ранее на нашей программе передачи позиций. Я имею в виду замечательного ученого и очень порядочного человека Виктора Федоровича Степанюка. Здравствуйте, Виктор Федорович. Рад вас видеть, Виктор Федорович. Как вы считаете, можно ли сказать, да ну, какое имеет отношение, вот, наш кризис политический, состояние дел в нашей стране или там на соседней Украине, других, вот с тем, что сейчас вот эта боня, пока что, слава тебе, Господи, экономическая, только политическая, санкции, шмансы и все это в этом мире. Или это фантазии. И надо слушать наших хитроумных. У нас же кто, кого не возьми, он политаналитик, он политолог. Хотя, в общем, я только очень мало кого знаю, кто имеет дипломы и право таковым считаться. Хотя бы опыт государственника. И вот они нам часто говорят, да что вы там, какая политика, ставьте эту в сторону. Вот у нас борьба с коррупцией, с олигархами. Я говорю, ребята, как-то вы очень странно боретесь с олигархами и коррупцией. Когда за вашими спинами я вижу других олигархов и других. Виктор Федорович, вам слово. Виктор Иванович, надо признать, что современный мир взаимосвязан очень сильно. Великие страны, великие державы, мировые державы, мы говорим, они контролируют современный мир. Когда говорят о геополитике, это понятие не 20 века. Считается, что вот в 30-40-х годах была заложена вот эта наука, геополитика. Но, в принципе, она существует с древности. С древности, потому что интересы великих империй, значит, все захватить, все контролировать, оккупировать, подчинить себе, значит, изначально известны еще, как говорится, со времен Римской империи. Мы маленькая страна, и мы не можем, безусловно, не считаться с геополитикой. Другое дело, в какой мере мы сегодня готовы анализировать и свои государственные и национальные интересы. В какой мере мы можем их, значит, пристыковать к этим интересам великих держав, чтобы они не сильно нам мешали, их интересы, и чтобы мы рядышком вот с этими разными процессами, которые происходят, очень противоречивыми, и вы, в принципе, затронули этот вопрос в начале передачи, чтобы мы все-таки страну развивали, чтобы экономика была процветающей, чтобы благополучие, в конце концов, появилось у молдавского народа. И наше все лучшее, что было в нашей истории, да, чтобы оно имело так или иначе продолжение. Мы говорим и о культуре, мы говорим о литературе, мы говорим о нашей философии, мы говорим о нашем народе, о нашей идентичности и так далее, и, безусловно, о нашей государственности. Вот, у нас это проблема, и это чувствуется последние 30 лет, что есть определенный кризис идентичности, значит, у нашего молдавского народа, и разрешение может прийти все-таки изнутри страны. Но, безусловно, нужно учиться у великих государств, у великих культур современных, как мы говорим, ученые у великих цивилизаций. Являются сегодня европейская цивилизация, французская, немецкая, британская, американская, российская, да, китайская древняя, Европа вообще, весь латинский мир. Для нас они, все эти цивилизации, интересны, потому что они имеют древнюю историю, они имеют, значит, интересную историю средневековья и нового времени. А мы на их стыке, получается. А мы рядышком. Больше того, в этом постоянном борьбе, столкновении, мы все-таки выжили как государство. Потому что этим нужно гордиться. Вот когда мы говорим, что в мире существует около 9 тысяч разных народов, и только 200 с чем-то имеют государственность, в том числе молдаване, так это нужно ценить как дар Божий, да. С другой стороны, это и надежда, что мы способны. Это должна служить, значит, определенным базисом для мобилизации нашего народа, в том числе для политических элитов. То есть Господь дал нам второй шанс и... Живите, процветайте. И ответственность именно политических элит, а я скажу еще и интеллектуальных элит нашего народа, она очень и очень важная. Геополитика в данном случае, конечно, должна нас тревожить. Особенно, когда она направлена против государственных интересов. Когда мы видим, что она мешает развитию нашей экономики, она, значит, с кем-то пытается из нас делать дубину или орудие. Как Коломойский, он открыто сказал. Ну, он человек экономики, бизнеса, и он понимает, и так далее. Когда нас пытаются втягивать в какие-то столкновения, которые не на сегодня, а направлены даже на завтрашний день наших детей и внуков, тогда, безусловно, ответственность наших элит очень большая. Основные постулаты, вот я размышляю очень часто о этом поколении 90-х годов, о этом парламенте 90-го. Он наделал очень много ошибок. И очень много ошибок, значит, все-таки заложены в разных документах, и в разных там декларациях и так далее. Много иллюзий было. Да, еще тогда. Но все-таки в 94-м году, когда была принята Конституция, вот факт, что мы заложили туда нейтралитет для нас, это очень и очень важно. И нужно сказать, что нейтралитет уже содержится, так или иначе, еще в декларации о суверенитете 90-го года, 1990 года, 23 июня. Мы решили строить государство, дружить со всеми соседями, вступить в главные международные организации и вырастить, значит, свое государство, новое современное Молдова. Не отрываясь от истории, не отрываясь от наших главных символов древних. От корней. От корней. Но строит новое государство. С учетом всех этносов, которые здесь живут, всех этих культур, которые здесь, значит, переплетаются. И это тоже наш божий дар. Это божий дар. Многонациональная Молдова, многокультурная, это наше богатство. Многие считают, вот есть научные работы здесь, в Молдове, мы не будем их кричать, критиковать, но считают, что именно многоэтничность, давление славянского мира, это как раз тормоз для нашего развития, не позволяет нам и так далее. И вот только после того, как мы внедримся или присоединимся к Европейскому Союзу, только тогда настанет благополучие. Не доказано. Что в Болгарии мы не видим, в Румынии не видим. Есть огромное количество стран, которые, значит, пошли по этому пути. Греция, вон, как сейчас. Да, даже прибалтийские страны. Вот есть и депутаты, есть политики, с которыми мы, значит, имеем определенные там связи, отношения, и они признают, 25-30% населения уехало из страны. То есть присоединение к Европейскому Союзу, это еще не решение проблем. Но самое главное, если они для себя решили, что это соответствует национальным интересам, каждая страна решает для себя. У нас ситуация, мне кажется, что она на том этапе, когда именно политический элит уже запаздывает давно, а я считаю, что это надо было сделать первые же годы, после неудачных экономических реформ. Когда стало ясно многое? Когда провалилась, значит, экономика, когда провалилась промышленность, ведь на каждом этапе... Стала рушиться система соцобеспечения, образования, медицины. И все, кризисы по всем... Уже было видно. Уже было видно, и надо было проанализировать, а почему это происходит. Из-за наших амбиций, из-за отсутствия, значит, менеджерских, можно сказать, качеств руководства, да, плохого администрирования, или из-за плохих советов. Ведь каждая наша реформа, начиная буквально с 92-го года, она сопровождала... Вы помните, кто был у Михаила Федоровича советником из соседнего государства? Конечно, конечно. Каждая наша реформа, любое правительство, которое было после 90-го года, имело консультантов со Всемирного банка, с Международного валютного фонда, значит, американских, немецких, французских. Программа по Мэнту, Мэрмэнту. Безусловно. Безусловно. И, конечно, Румыния, и так далее, и так далее. То есть мы сегодня имеем, как я считаю, приблизительно 8-9 стран, которые имели здесь своих консультантов, консильеров. И вроде они нам помогали. Я не стану сейчас обвинять. Ну как, они были за все хорошее против всего плохого. Конечно. Красота. Они пытались, значит, модернизировать нашу экономику, вроде разрушать колхозы, они считали это советской формой, и так далее. Надо отказать от всех государственных предприятий, от всяких так монополистов, и так далее. О свободном рынке сколько слов было? Конечно. И где он? И в итоге мы оказались без промышленности. И без свободного рынка. Конечно. Без промышленности, потому что тракторы исчезли, телевизоры не производятся, значит, стиральные машины не производятся, и так далее. Для молодежи современной, вот, для ребят, которым сейчас по 15, по 17, по 20 лет, это в новинку. Они не знают нашу историю, они не знают, что их родители работали на фабриках и заводах и производили телевизор. Хороший, плохой, но альфа. Новый телевизор, который лично мне прослужил дома около 9 лет без ремонта. Значит, могли производить? Могли производить. А помните, у нас компьютерный завод почти был готов. Конечно. Компьютерный завод, который остановили здесь некоторые политики, который, к сожалению, к большому сожалению, и президенты, которые после этого пришли, и один, и второй, и третий, они еще могли этот завод строить. Они его не построили. А посмотрите, что показывают наши ребята по информатике. Они имеют одни из самых лучших, они выигрывают почти, значит, любую олимпиаду по информатике. Они работают на самых хороших заводах, где производится компьютер, в том числе в Великобритании. Значит, китайцы интересуются нашими программами и так далее. То есть программисты высочайшего качества. Получается, что... То, что заложили тогда, оно еще не благодаря политическому руководству страны, а вопреки. Вопреки. Еще живо. Вопреки. Еще это все работает. Поэтому я вспоминаю приезды американского ученого Стиглица в Молдову, лауреата премиума. Экономист. Экономист. Экономист, известный экономист, который приезжает в Молдову. Значит, он... Мы начали там тогда говорить о европейской интеграции, и он сказал так. Ну, понимаете, вам, конечно, вам решать, но вы в первую очередь должны думать о вашей экономике. Экономика будущего для вас это хорошее производство новинок, хороших товаров. Посмотрите, если это возможно, и не забывайте все-таки о рынках для сельского хозяйства. Он привел один такой интересный аргумент. Очень простой, жизненный. Он говорит, телевизор и машину человек покупает все-таки не каждый день, а кушать ему хочется три раза в день. Притом питание, притом у вас самый хороший чернозем здесь, поэтому думайте, как строить, в том числе, сельское хозяйство, чтобы оно приносило вам в будущем большие доходы. И сейчас о кризисе. И он сказал, этот, Стиглес, который сейчас живет в Америке, Нобелевский премия, умнейший человек. Следующие большие, следующие большие кризисы, будут кризисы перепроизводства, промышленного производства, промышленных товаров. Именно автомобилей, компьютеров, часов, и все. Даже там всякие, да. Потому что появится избыток. А самое... А кушать всем хочется. А кушать надо будет три раза. И у вас такой чернозем. А он, приезжая в Молдову, узнает, что когда-то, в сороковых годах, во время Второй мировой войны, Германия даже импортировала у нас чернозем. Между прочим, из зоны Бельского округа тогда. Вот из зоны Бельского округа. Там где лесостеп, степ, там чернозем по полтора метра глубиной. Узнает Стиглиц. Ну, мы знаем, как ученые тоже, историки знают об этом. Что, значит, на Украине есть такой чернозем высочайшего качества. И здесь у нас в Молдове. Вот Стиглиц, приезжая в Молдову, значит, знакомясь с нашим государством, он посмотрел, что показатели экономические самые хорошие. Он поинтересовался прошлым. Надо сказать, прекрасно знал, прекрасно знал нашу экономику, значит, и условия, и условия географические и так далее 70-х, 80-х годов. И он удивился, что мы разрушили. Он спрашивает, а почему вы так поступили? То есть, его это очень сильно удивило. И мы рассказали о неудачных реформах вот 90-х годов. И он сказал, ну, надо будет восстанавливать всякое, что мы знаем. То есть, мы заговорили с ним, будьте внимательны, мы заговорили с ним о европейской интеграции, как о спасении, как о пути модернизации. А он, значит, спокойно, говорит о экономике и о наших национальных интересах. Посмотрите, как вы будете выживать. Я предлагаю и постоянно и президенту Воронину, мы с ним говорили об этом после 2005-2006 года, и нынешним властям оставьте немножко геополитику и ваши идеологические, доктринальные, как говорится, постулаты, да, и посмотрите, как ваши дети и внуки будут выживать в этой стране через 30 лет, 50 лет. Потому что, если вы сейчас не будете думать, страна исчезнет. Нет людей, нет страны. Конечно. Страны появляются, историки знают хорошо. Они появляются, они исчезают. Потом они на каком-то этапе могут снова восстановиться. Но это очень редко. Но это бывает редко. Как нам вот повезло, спустя 7 столетий вдруг возразиться из пепла. Конечно. Буквально. В 20 веке это так и случилось. Поэтому влияет геополитика? Влияет. Но мы должны считать это всегда попутным для нас ветром. Будьте внимательны. Я не считаю воевать с геополитикой, берегать с великими. Ее надо учитывать, ее опасности, рифы. Безусловно. И чувствовать те ветра истории, которые нас могут подхватить и быть полезными нам. Есть этот спорт байдарочный, он называется. Когда вот по сложной реке. Конечно. И постоянно же они учитывают ветер. здесь нужно учитывать попутный ветер. Или как яхта между рифами. Безусловно. И сохранять статус нейтралитета. Вот это нужно значит делать нашим властям. Политикам, которые лезут в политику, люди, которые пытаются убедить нас всех, что у них есть команда, что у них есть какие-то программы интересные, да, что они готовы модернизировать эту страну, сделать ее лучше, привезти сюда благополучие, да. Это касается всех. Вот здесь у нас три сейчас ведущие партии. Мы видим, что целые 70 дней они не могут сформировать правительство. Ребята, подумайте о стране. И я повторяю, да подумайте в первую очередь о ваших детях. Не просто там заработать и уехать куда-то и отправлять детей уже сегодня, да, я знаю, там в Германию или в Кувейт или куда вы еще хотите их направить. А подумайте об этом народе, подумайте о ваших предках, подумайте о нашей истории интересной, подумайте о нашей стране, которая имеет древнюю историю и будет стыдно, вам же будет стыдно через несколько лет, когда вас выгонят из политики, потому что вы уйдете. Никто не вешен в политику. Конечно. И никогда не думайте, что вы будете 30 лет управлять страной. У нас были политики. И им казалось они вешены. В 2008 году один ведущий политик наш говорит, спокойно, Виктор, мы еще 30 лет будем управлять, 30-40 лет, поэтому не надо спешить. Не дергайся. Хотя, я говорю, Владимир Николаевич, надо спешить, потому что народ сегодня тебе верит, а ему хочется лучшее, поэтому завтра он выберет других. Иногда не самых лучших. Народ тоже ошибается, мы же видим. По три раза вон избирали. Конечно. И надо учитывать время. Надо учитывать время. Время неспокойное. Вы правы, что сегодня экономические войны, и этот накал, в принципе, он будет нарастать. Видно, что здесь и организации объединенных наций, и другие какие-то структуры международные, экономические, которые в конце концов должны думать о самосохранении. Да, есть оружие ядерное, да, американцы пытаются не бояться никого, Россия тоже имеет большую силу, значит, в Китае то же самое, но каждый лидер должен понимать, что оружие ядерного поражения готово. Ядерное оружие может сегодня уничтожить полностью человечество. И тогда потеряет смысл всякие споры и разговоры. Поэтому надо, наверное... Даже если рухнет долларовая система, не дай бог, вот так в одночасье, ой, это произведет катастрофу экономики. Среди ученых и многих политиков есть же идея для того, чтобы попытаться вдохнуть новую силу, можно сказать, в организацию объединенных наций. Потому что она была создана в 45-м году как раз в результате Второй мировой войны. То есть идея... Как раз для того, чтобы избежать новых войн. Безусловно. идея сохранения мира, идея безопасности, идея модернизации, идея... Уважение к суверенитетам стран. Каждого народа. А сейчас эти суверенитеты ни во что не стоят. Каждого народа и так далее. Наверное, была ошибка и тогда, наверное, была ошибка и тогда, что вот штаб-квартира, она очутилась в Соединенных Штатах. надо было еще тогда, а такие работы есть и даже... В Женеве полагалось всякое было. Надо было все-таки основные структуры, чтобы они расположились в нейтральных странах. И в разных. И в разных странах. Я даже думаю, что некоторые комитеты могли... Мы, как нейтральная страна, если получим статус и действительно его защитим, а его нужно защитить в смысле, что все политические силы, несмотря на всякую любую геополитику, они должны успокоиться, работать на страну. И когда это благорассумие придет, тогда можно будет говорить, слушайте, но у нас древняя страна, да, мы имеем счастье восстановиться, мы находимся здесь на пересечении трех больших цивилизаций. У нас интересная археология здесь, в Северном Черноморье. Мы нейтральный народ, мы хорошо, у нас интересная культура, мы поем, мы танцуем, у нас очень богатая духовная У нас мало экстремизма, потому что нас века научили, как жить друг с другом в мире в уважении. И почему бы часть структур Организации Объединенных Наций вообще не расположить в Молдове? Why not? Почему нет? Близко к Черному морю, хороший климат, хорошие урожаи, логистика хорошая, мы расположены чуть ли не в центре Европы. Можно строить, интереснейшее сельское хозяйство, интереснейшее питание, при том чистое питание, о котором говорил Стиглиц. Значит, здесь можно иметь, это можно иметь и строить такую экономику. И спрашивается, а почему Молдова не может? Почему Молдова? Кстати, у нас поржу, жулеш есть, можно нахабы делать здесь, почему нет? Я думаю, что часть стран Востока, Восточной Европы, Центральной Европы, они бы не были против, потому что каждый раз передвигаться за океан, да, и еще есть... И визу еще получить надо. Конечно, есть еще подозрение, что на некоторые структуры Организации Объединенных Наций очень сильно влияют Соединенные Штаты, и чтобы от этого уйти, даже американцам, даже правительству Соединенных Штатов должно быть интересно. А почему не в Молдове? В конце концов... Не, имеется в виду, что часть структур по разным странам, в том числе, что у нас какая-то комиссия. Конечно, об этом и речь. Притом, две самые интересные винотеки. Одна из них написана в книге Геннесса. Находится здесь. А вино греки называли лечебное, между прочим, питье называли. Да, это лечебное. И в этом смысле у нас есть огромное количество плюсов. Виктор Жорж, есть одна опасность. Есть одна опасность. Какая? Ты помнишь, нам космонавты приезжали, и потом, как попадали в эти знаменитые наши подвалы рекорд Геннесса, потом их там долго разыскивали. Так что, как бы эти комиссии ООНовские, как бы они случайно не затерялись там. У меня... Их со спутников не обнаружишь потом в наших подвалах. Есть армейский, один армейский друг, с которым мы долгое дело держали связи. Он приехал в Молдаву, он говорит, вот после того, как я уехал обратно домой, я подумал, что вы все-таки здесь счастливая земля здесь у вас молдавская, счастливый все-таки народ. А чтобы люди успокоились от этих всяких войн экономических, банковских, финансовых и так далее, так далее, мне кажется, что они все-таки должны побывать в Молдове. А нам к нашему студию надо уметь все-таки строить инфраструктуру, ремонтировать самые главные наши дороги, научиться ремонтировать хотя бы здания вокруг памятника Штефана Челмары. Ведь на расстоянии 30 метров находится библиотека ХД, которая, смотрю, 30 лет не ремонтировалась. Там разваливается штукатурка. И все наши власти, и все наши бизнесмены, и правительство, и премария никак не найдут асфальт, и не найдут бетон, я знаю, там, какие-то стройматериалы для ремонта асфальта, значит, и это, и в том числе библиотеки там. Библиотека находится в центре Кишинева. Страна, которая не уважает книгу, обречена на прозябание и нищету. Да, и не забывать в этом году еще шестилетие Молдавского государства, и мы имеем ученого с мировой известностью Дмитрия Кантемира, который призывал нас учиться. Кантемира уважают во многих странах, во всей Европе, на него претендуют четыре страна, значит, и Молдова, и Россия, и так далее, и так далее. И здесь мы в центре Кишинева, я повторяю, не находим какие-то финансы, какие-то миллионы лей отремонтировать, и так далее. Потому что все в центре Кишинева должно блестеть. Любой турист, который приезжает, он же смотрит не только... Это фасад, лицо страны. Они приезжают и смотрят. Основные элементы, значит, вашей архитектуры, основные элементы... Как ухоженно. Безусловно. Они приезжают и смотрят. Памятник, они смотрят, где парламент. Они проезжают по этим тротуарам, разбитым, в том числе в парке. В том числе эти не очень неудачные здания, которые здесь находятся вокруг. И потом, это не вытравишь это впечатление даже хорошим приемом. Безусловно. Даже человеческим. Безусловно. Остается... Помнишь, как это... Это самое... ложечки нашлись, а осадок остался. Поэтому, повторяю, сильно заниматься геополитикой не обязательно. Но и учитывать надо постоянно. Но учитывать на каждом... Особенно, куда ветер дует. Безусловно. Иначе ты будешь стагнировать. Безусловно. И на рейфы наткнешься. Последние сейчас изменения, которые происходят и на Украине, я думаю, и в Румынии, и произойдут еще в Европе. Определенные усиления вот этих суверанистов, которые, значит, держатся за государственный суверенитет. Мне кажется, это тоже хороший акцент, который Молдова должна учитывать. Чтобы строить свою... Удачу. И будущее. Да. Надо каждый день и ночь бороться за свой суверенитет. Безусловно. Нет суверенитета, значит ты никто. Но бороться за суверенитет это не декларациями, а нужно конкретно трудом. День за днем, шаг за шагом, каждый сантиметр отвоевывается суверенитетом. Во всем. На декларации мы, молдаване, мастера. Мастера. Мы любим говорить тосты, как и грузины, умеем и так далее. А работать день за днем? А вот работать и посмотреть, что после себя остается, после тебя. Появилось больше рабочих мест, появилось больше порядка, больше хороших дорог. Плюс. Значит, больше суверенитета. Безусловно. Тогда у вас будет больше уважения и внутри страны, и внешне. Вы посмотрите, огромное количество стран с нами считается. Они открыли здесь посольство. Они имеют здесь хороших, интересных дипломатов. Да, они там занимаются, конечно, и в первую очередь интересами своей страны. Но они, с одной стороны, читают нашу интересную литературу, интересуются книгами, ходят в библиотеки. Я знаю многих послов, которые хорошо... дипломаты у нас... Интересуются историей. Они все время... Я заметил, вот дипломаты в Кишиневе, они не просто там отбывают, а куда-то на периферию. Я заметил, они все время активно в культурных мероприятиях. Это о чем говорит? Что мы с точки зрения геополитической... Он бутушен у меня, сколько я их там переведал. С точки зрения геополитических интересов, и интересов соседей, мы, Молдова, интересная страна. Конечно. Этим надо пользоваться. Именно тем, что мы на стыках истории, ветрах, географии. Этим надо пользоваться. И что бы я, значит, еще добавил? К этому вопросу. Мне очень понравилось, Виктор, что ты Джона Стиглица упомянул. Ох, умнейший человек. В общем, наверное, человека нужно пригласить еще раз, потому что интереснейшие беседы. Он, конечно, был проездом, и он только здесь был на полдня. Меня поразило то, что я тебя о нем услышал. То, что он говорил о нас. Да, да, да. Настолько умный человек и проницательный. Он выступил тогда перед парламентом. Он говорил об этих кризисах, с которым надо готовиться. А уже, когда мы были, значит, вместе с ним, значит, были на встрече... В более таком тесном общении. Была встреча с президентом, в которой я тоже участвовал. И вот там, в узком кругу, Стиглиц, в принципе, обозначил, как он веет определенные предложения, определенные проблемы для Молдова. Возвращаясь к разговору о геополитике, нас должно, в принципе, беспокоить. Нас, я имею в виду народ, значит, интеллигенцию нашу, люди, которые так или иначе... Да и простые люди у нас уже стали многое в последнее время понимать. Должно беспокоить то, что многие люди, многие политики, которые вот получают результат во время выборов, да, они не умеют общаться с основными геополитическими партнерами или субъектами, как мы сегодня говорим. Надо уметь общаться и с Россией, и с румынами. Ты знаешь, что, вот я хотел бы тебе добавить, ты сейчас очень интересную тему затронул. Или раболепное такое, что хотите, да мы, я помню, Лянка тогда, господи, ты же министр иностранных дел приехали, и так перед ними, что подписать, с Евросоюзом, что еще хотите? А румыны, молодцы, торговались за каждый пункт, за каждый, и вот у нас эта крайность, или мы хамим, к нам приезжают журналисты из России, какие-то деятели, культуры, мы их в аэропорту заворачиваем, а приезжают какие-то с запада, ой, ах, это называется потеря лица, и потеря суверенитета, вы их всех должны уважать, что запад, что восток, приезжают люди к вам в гости, они интересуются нами, возможно, какие-то проекты, возможно, наше понимание, кто мы такие, чего мы стоим в их глазах, значит, это надо делать, очень важный вектор Федорович тема, исключительно важный, контакты. Контакты, и вот первые руководители государства, я имею в виду и руководители государства, но особенно лидеры ведущих партий, сейчас их три, три ведущих партии, да, они должны уметь общаться, они должны искать наши, уметь защищать наши интересы перед всеми партнерами, они должны понимать роль и Соединенных Штатов, и России, Европейского Союза, и Китая, и наших соседей. И не халуйничать, но и не хамить. Да, в течение срока мандата, да, и президента, я говорю, и премьер-министра, если они не побывали в соседних государствах, да, если эти 10-12 партнеров, они не устроили, как говорится, хорошие, интересные официальные визиты, или какие-то деловые, но все равно, вот пример, турок приезжал к нам, посмотри, его как президент наш принял, красота, и сколько сразу пользуются во всем, и туркам, в том числе, у них свои интересы есть в Европе. Да, и в данном случае есть ли политики, да, которые после 2009 года, они умеют ездить только в Бухарест, Брюссель и в Вашингтон, это абсолютно недостаточно. Конечно, в современном мире. Общаться, значит, с Украиной обязательно, с Румынией обязательно, с Турцией обязательно, с Венгрией, с Польшей, и со многими другими нашими соседями, с той же Белоруссией, с Россией, и так далее. То есть, эти партнеры, 10-12... А там мы же, и Казахстан не забываем, и Киргизия, у нас же хорошие связи с ними. Безусловно. Китай, вон, какую роль, Западная Европа, Германия у нас традиционные, хорошие связи, почему нет? И везде надо продвигать, потому что мы имеем огромное количество друзей, не надо бояться. Причем исторически. Не надо строить политику по журнальным и газетным статьям. Иногда газетам врут, иногда, значит, журналисты напишут просто свою, свою идею, или они там специально устраивают какие-то... Или проплатил их кто-то. Поэтому надо лично поехать, лично пригласить, значит, обсудить вопросы, общаться на каждом шагу. И не бояться этого. И это обязательно даст результаты. Это даст открытие, это даст другие связи. А нам связи хорошие, интересные, нужны. И социальные, и экономические, и политические, и культурные. Надо сказать ясно, мы сейчас не общаемся. Мы остановились здесь на уровне Румынии. Все. Вот как культурная нация мы, значит, здесь и начинаем терять позиции. Поэтому спрашивается, а почему правительство наше не заключает какие-то интересные договоры с соседней Украиной, с Белоруссией, с той же Россией? Да мы, у нас есть о чем говорить и историкам, и специалистам. Тем более, что у нас в России сколько народу работает? Конечно. Почему нет? И культурные, и семейные. Академия наук, в смысле науки мы были очень сильно взаимосвязаны. И у нас есть совместные проекты, которые были, они остановились тогда на уровне 90-х годов. Но многие же страны восстанавливают. Многие же страны... Вы посмотрите, какой интересный предмет, пример является сама Белоруссия. Почему белорусов нет, можно сказать, в мигрантах? Потому что у них есть рабочие места дома. И рынки сбыта. Есть рынки сбыта. И президент... Вот то, что Джон Стиклис говорил тебе. Постоянно. Вот так. Ну что, как-то вот так потихоньку наша программа подходит к концу. Я очень рад, что наши телезрители имели возможность услышать тебя. Ты очень много интересного рассказал, потому что наши люди должны, Виктор, понимать одну вещь. И если что-то, кто-то чего-то где-то написал, из интернета выдрал, это одно. А если человек работал, общался с этими людьми, выполнял эту работу, вот мне четыре года в Китае, дали столько, никакие академии. Я там видел, что творится на рынках мира, какие там самоотношения. Я стал понимать механику государственности, политики. Вот. А твой колоссальный опыт, который приобрел на государственном даже строительстве, я бы сказал, не только как там менеджер и так далее, но как организатор, человек, который много чего нового сделал и полезного. И очень рад, что наши соотечественники пообщались, мы общались друг с другом, общались с ними. И очень рад. Я хотел сказать в конце передачи еще один интересный пример. Один бизнесмен, значит, он здесь работает и имеет предприятие. И он имеет сейчас отношение с Узбекистаном. Он завозит оттуда кое-какую продукцию. И он говорит, что для него Узбекистан сейчас это полное открытие. Потому что о старом президенте Каримове говорили, что он диктатор, что он сектор и так далее. Но Каримов сохранил в своей стране около 800 предприятий. Ведущие предприятия, которые были в советское время. То, что они сделали на определенном этапе, они тоже остановились из-за разрыва связи. Но он очень ясно поставил задачу найти технологические цепочки, найти технологии и с Китаем, и с Белоруссией, и с другими странами, с Турцией тоже. И в конце концов все эти предприятия заработали. И когда бизнесмен наш поехал на эти предприятия, там разговорился с разными инженерами, он говорит, дай, как говорится, на том свете этому цернаушуару, но мы его немножко не любили сначала, что он был таким жестким, но сейчас мы ценим, когда мы видим разруху в соседних государствах, и у нас все работает, при том технологические, значит, хороший товар, высочайшего качества и так далее. Вот такие, в принципе, власти нужны. и надо не терять время, это касается всех нас. Потому что времени не вернешь никогда, ты как историк это знаешь лучше всех. Спасибо. Спасибо вам также, спасибо за приглашение. Дорогие соотечественники, ну вот подошла к концу наша передача. Передача была посвящена, на мой взгляд, очень-очень важной теме, это фактически продолжение предыдущей передачи Сергеем Мишином. Виктор Степанюк, исходя из своего богатого опыта, общения, обратите внимание, на что он поставил акцент. Мы не живем где-то там на задворках истории. Мы находимся в центре вот всех этих вот превращений. Нельзя жить отдельно от всего мира. но он подчеркнул одну очень важную вещь. Обязательно надо решать свои вопросы, исходить из своих интересов, исходить из своих возможностей и отвоевывать день за день свой суверенитет, прекрасно понимать. Зри по сторонам, рифы где-то обойди, ветер попутный, надуй паруса. Тогда и только тогда вот в этой динамике не того вот те такие, те всякие, да мной коишься, да вой ценец куся. Это все архаика, это все бред, от всего этого надо избавляться. Мы живем в мире, должны быть открыты Западу и Востоку. Мы не должны кого-то ненавидеть, мы не должны кому-то кланяться в ноги и так далее. Мы должны уважать всех, а все должны уважать нас и уважают только тех, кто уважает себя, свои интересы, интересы своих детей. Спасибо за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров